Направо пойдешь, коня потеряешь. Нет нигде замкнутых территорий. Уточек можно покормить. У каждого в центре города такие деревья есть. Ну почему такое безобразие? Ничего нет. Мы живем в Сердолово. Налево Питер, направо, соответственно, ехать это Выборг. Тут, как говорится, к бабке не ходи. Специфических решений, чтобы ни пыль, ни грязь, ничего не попало, чтобы это не убили. Даже углы закрыли. Блин, молодцы. Это еще стройка. Блин, вид, конечно, просто, друзья, потрясающий. Тут у нас балкон. Обычно эти провода болтаются у всех. Звонки, не знаю, дорогие или нет. Обращаю внимание на подводку. Заходим в одну, друзья, из квартир. Пять квартир на площадке. У вас есть лифт, который поднимается на первый этаж. Вот это круто. И вокруг вот такой лес. Если бы не это. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами в Сертово у жилого комплекса Сертово парк. Застройщик небольшой, но при этом у него достаточно интересные и качественные проекты. Есть, конечно, и сданные объекты. В Щеглово, к примеру, и в Стрельне. На днях я задал жителям одного из давно сданных объектов от застройщика вопросы и получил на них достаточно положительные ответы. Были, конечно, и недостатки, но, со слов жителей, их застройщик исправил по гарантии. Для меня из плюсов, что проектирование и строительство этого объекта ведет сам застройщик. Обычно, знаете, это как? Есть так называемый застройщик, но при этом проектирует там одна организация, строит генподрядчик, подрядчики и так далее. Жилой комплекс расположен параллельно Выборгскому шоссе. До центра Санкт-Петербурга 29 километров. На транспортную доступность больше всего и сетуют жильцы Сертолова. Пробки, очереди в маршрутке, чтобы добраться до пункта назначения. Даже в выходные дни Выборгское шоссе достаточно оживленное и плотное. Школа, гимназия и детский сад в шаговой доступности от жилого комплекса. Но детей в соцучреждениях достаточно много. Классы и группы заполнены, как говорится, под завязку. Да и с вакантными местами не все так хорошо, как хотелось бы. Понятно, что школы, детские сады, больницы и поликлиники – это не вопрос застройщика. Но есть норматив, по которому на каждый возводимый квадратный метр жилья положены сады, школы, больницы, поликлиники и так далее. При этом проект достаточно большой, но ни садов, ни школ застройщик не строит. Куда водить детей – непонятно. Сертолова парка – это современный панельный проект. Согласно проекту застройщика, толщина фасадных стен в 39 сантиметров. Внутри там 15 сантиметров утеплителя. Вот поэтому в таких домах летом прохладно, а зимой тепло. Ну и я лично сам за панельное домостроение, потому что панели производят на заводе. Это заводское качество, это никогда вам по месту. Иностранные специалисты выливают бетон, а потом возникают различные нюансы. Да и панели сами ровные и одинаковые. В проекте застройщика 1557 квартир. Три очереди строительства и квартиры с чистовой отделкой. Квартиры представлены от студий до трехкомнатных квартир. Квартирография такая, невыдающаяся. Но самое интересное, что в проекте 1212 машиномест в многоуровневых паркингах со стоимостью машиноместа от 150 тысяч рублей и 1273 бесплатных машиномест на территории комплекса. Это, пожалуй, первый проект, который, я помню, с таким количеством машиномест, что больше, чем квартир. Рядом с комплексом долгострой от Петростроя, чистый ручей, где пытаются продать однокомнатные квартиры от 5 миллионов рублей. При выезде из комплекса по правой стороне как раз вот недостроенное здание, тут долгострой от Петростроя. Грузовики здесь ездят, понятно, что будут еще ездить, пока все остальное не сдадут. С данным объектом Петростроя здесь, знаете, уже есть нюансы. При этом сам вот тут проект смотрится симпатично, как говорится, если бы не это. Большие окна, обратите внимание, холодное стекление, тут такие балкончики есть. Вот сюда вот только посмотрите, вот сюда, друзья. А здесь это либо кирпич такого качества, либо гидроизоляция. То есть сверху мы видим, что монолитное перекрытие закрыто, соответственно, вот такими панелями. И, возможно, там плохо сделали герметизацию, поэтому так и идет. И вот, посмотрите, вот сюда на угол, ну вот здесь тоже аналогично. И вот, когда идешь, смотришь на фасад этого дома, это не единственное вот такое проблемное место. А раз есть управляющая компания, непонятно, почему она за этим не следит и ничего не ремонтирует. Потому что, если сейчас ты это не сделаешь, то потом ремонт будет дороже, чем он мог бы быть. Да, хорошее расстояние тут у них между дворами. О, между дворами, между домами. Ассалам алейкум. А тут и пункты выдачи, и покушать, кафешка какая-то есть, которая почему-то была закрыта, и продуктовый магазин. Ну да, смотрите, расстояние хорошее, а зеленения как такового просто нет. Понятно, за такое количество времени здесь уже бы просто там сосны бы здоровенные повырастали. Не удивляюсь, что это люди сами сажали. Ну, как бы такой. Не сказать, что здесь как-то грустно и плохо. Ну, может быть, даже грустно. Ну, грустно, не грустно, да. Ну вот. А зеленения, конечно, здесь не хватает. И уходом за этим зданием. При этом вроде кирпич. Ну, тоже, да, вот как так, как дырочка. В другом это не назвать. Ну, одним словом, Петрострой. Да, когда у тебя вместо балконов плевательница, курительница, то да, надо, наверное, хранить велосипеды и остальное все. О, кафешка открылась. Было написано 24 на 7, но по факту, когда я сюда приехал, оно было закрыто. Ну, вот здесь тоже, обратите внимание, вот смотрите, какое местечко. Если пройти дальше, посмотреть, то увидим, что здесь оно не одно, просто кладку. Вот это надо все демонтировать и заново делать вот эту кладку, делать гидроизоляцию. Почему этим не занимается управляющая компания, наверное, ответы есть у жильцов. Ближайший конкурент, новостройка, Верин, Норд, Сертолова. От Верин Групп. В нем стоимость однокомнатной квартиры стартует от 4 миллионов 700 тысяч рублей в черновой отделке и даже без межквартирных стен. То есть придется вам стенки возводить самим. После приема квартиры, естественно. На момент съемки этого видео однокомнатная квартира в Сертолова парк с чистовой отделкой стоит от 5 миллионов рублей. 25 июля 2024 года застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию первого дома. Идемте смотреть эту новостройку. Ну, а вы меня, как обычно, поддержите подпиской и вашим комментарием. Погнали! Мы с вами, друзья, у введенного в эксплуатацию застройщиком жилого комплекса адрес Центральный, дом 13. Класс энергоэффективности Б высокий. Обратите внимание, как красиво смотрится фасадное решение. Очень-очень интересно. Знаете, если бы вы показали картинку, я бы подумал, что это где-то новостройка в скандинавских странах. Но точно не у нас. Входные группы в уровень с землей. Выдача ключей. Сбор мусора. Закрыто. Внизу, где подвальное помещение, видим, что есть вот эти забрала. Это для вентиляции. Видим, что есть балконы остекленные и не остекленные. Остекленные, и обратите внимание, что это панорамное остекление, прям сверху донизу. Есть забрала для доступа воздуха. Окна огромнейшие. Внешний вид красивый. Из современных панелей. Такие же панели, такую же технологию применяла Банава и Юит. Пока не свалили с нашего рынка. Слушайте, ну смотрится реально очень круто. Вокруг лес. Застройщик, когда приобрел территорию, здесь уже леса не было. Я так полагаю, господа из Петростроя, все убрали. Спуск с приямок. Блин, вот это, конечно, трындец по мне. Парковка. И вокруг вот такой лес. Блин, ну тут, конечно, классно. Воздух, друзья, просто чистейший. Пойдем там по кругу обойдем, если получится. Надо зайти, посмотреть, что там внутри. А потом, естественно, прогуляемся и посмотрим, что рядом. Да, лес просто вот заходи. Главное это, медведя не встретить. Ох ты, красивенько, красивенько. Так, открыто. Травка. Вот такой светопрозрачный забор. Во многих комплексах сейчас такие строят. Но, конечно, друзья, обратите внимание на этот лес. Тут, не знаю, 20 метров. Блин, какой запах. Какой аромат. Здесь, конечно, что-то деревьев как-то так маловато. По мне, можно было бы побольше высадить, чтобы это было красиво. Но у алгоритма, вспоминая всех их проектах, только вот стрельня не было, когда они его ввели в эксплуатацию. С озеленением там всегда так себе. Красивая трава. Брусчаточка. Набивное покрытие. Урны. Скамейки. О, кстати, интересно тоже дело. Я помню, снимал ID Светлановский. Там аналогично вынесена панель. Ну, вот визит один, наверное, из таких базовых стоит. В принципе, выглядит нормально. Когда не на фасаде, а вот так на панели. То есть подошел, набрал и пошел. Заходим у нас тамбур. Здесь уже теплей. Отделка, так называемая, карта мира смотрится красиво. Алюминий. Ламельки черного цвета, красивенько. Не хватает только здесь места под коврик, об который мы вытираем ноги. Придется просто его постелить, но нужно какие-то удерживающие конструкции делать для того, чтобы он не болтался. Здесь у нас лестничный марш. Ступени обычной завода. Все аккуратненько. Не хватает клининга. Красиво смотрится вот эта панель. Под дерево. Здесь достаточно аккуратно сделано. Смотрите, как ключок. Даже сразу не обратил внимания. Неплохо. Плитка. Отопление есть. Ну, вот видите, да, клининга не хватает. Немножечко подмыть и все. А сейчас они должны делать чистовую отделку. Ага. Вход. Вон, видите, как ручку замотали для того, чтобы не испачкали. Лифт. Ну-ка. А, смотрите. Вход с уровень землей. Прямо со двора получается. Заходите с коляской. У вас есть лифт, который поднимается на первый этаж. Вот это круто. Некоторым застройщикам этого не хватает. Ну и обращаю ваше внимание на двери. Я даже не знаю, сюда, наверное, рояль плашмя можно поставить. Это, конечно, круто. Ну-ка, вызываем лифт. Не, не вызывается в данном доме. Для спама есть. Для показаний управляющей компании. Смотрится все красиво. Обратите внимание. Вот за что я вот... Знаете, вот есть маленькие небольшие застройщики, такие как алгоритм. Блин, двор крутой. Выйдем, посмотрим. Дома, конечно, улетно смотрятся. Слушайте, вот на мой вкус вообще самое то. Очень красиво. Я вот за панельное домостроение. Все ровно, красиво. Окрасили. Срок службы, кстати, по проекту краски 25 лет. Потом можно обновлять. А учитывая уже опыт и нашей страны, и скандинавских, он там служит по 50 лет и более. И это краска. Лестничный марш широкий. Это тоже большой плюс. Потому что дома здесь все в 8 этажей. Здесь высотный регламент есть. Ограждающая конструкция держится просто. Даже вибрации никакой нет. Вот смотрите, обратите внимание. Все просто, но при этом смотрится классно. Смотрится красиво. Вот здесь у нас на потолке грилята тоже черного цвета. Обратите внимание, что как все сделано аккуратненько. Даже здесь большие окна. Окна открываются. Пошли на последний этаж. Кстати, из интересных предложений по приобретению здесь квартиры. Все на 8 этаже. Здесь ставка от 0,01% с первоначальным взносом от 15% от суммы покупки квартиры. Нужно подробности обращайтесь. Восьмой этаж. Обращаю внимание ваше на лифт. Лифт двухсторонний. Достаточно большой. Конечно, было бы здорово, если бы он был вот так в длину. Ну, и уже есть, что есть. Указатели нет этажности. Но при этом две квартиры на одной площадке и три квартиры на другой площадке. Пять квартир на площадке. Ну, практически советский эталон квартирографии. Не, не квартирографии, а расположение квартир. Аналогично, как мы с вами видели, отделка на первом этаже. Наверху у нас грилята. Колпачки защитные не сняты. Понятно, тут еще будет у них отделка. Они это доделают. Тут у нас черные звоночки. Они беленькие, как обычно. Здравствуйте. О, мы сюда и зайдем. Заходим в одну, друзья, из квартир. Сразу при входе у нас есть автоматы. Надеюсь, в дальнейшем подпишут. Интернет Zextel. Вот он. Для роутера есть розетка. Высота потолка 2,75 по заявлению застройщика. Есть гардеробная. Это реально круто. Здесь счетчики современные. С возможностью передачи. Все дистанционно. Главное, чтобы все работало. Коридоры пошли. У нас, это, наверное, кухня. Да, это у нас кухня, друзья. Ламинат с фасочкой. Вот это правильно. Выводы воды. Не вижу только, где канализация. А, канализация вот она. Все есть. Вентиляция с моторчиком есть. Это под розетки. Здесь. Это они флизелин наклеили на стены. Потом, я так полагаю, окрасят. Это круто, что без всяких рисунков, без ничего. Здесь большой радиатор Керми. Обращаю внимание на подводку. Вот я частенько говорю, что подводка должна быть вот такая. Видите, она красиво смотрится. Они обычные просто трубы. Синего и, соответственно, красного цвета. Большое окно. Шикарный вид во двор. Шикарный. Будет здесь, конечно, красота, когда все ведут в эксплуатацию. А из нюансов, вот обращаю внимание, вот здесь вентиляция обычная, как в советских панелях. То есть обычная с завода вентиляция смонтирована здесь на месте. И для того, чтобы, соответственно, тяга была лучше, вот сверху, обратите внимание, стоят вот такие дефлекторы. Они в виде турбины автомобиля с лопастями. И ветер, когда дует, то есть они не от электричества, не от чего работают, он их разгоняет, создается избыточное давление и увеличивается тяга в вентканалах. Вот так это, друзья, работает. Да, малоэтажка. Обратите внимание, как вот здесь круто сделано. Очень красиво смотрится и паркинг они красиво, смотрите, сделали. Ну вот, понятно, что нужен клининг. Откосы из пластика. Ну вот, вроде так, на первый взгляд, все аккуратненько. Стенки тоже ровно смотрятся. Здесь в дальнейшем двери смонтируют, и вот это ничего не увидите. Ага, вот и двери. Странно, что черные петли, главное. А, здесь потому что, наверное, черные. Ну смотрите, ничего. А, двери такие серенькие, симпатичные. Надо себе не закрыть. Вот они. Прикольно. Здесь балкон, сразу обращаю внимание, что, смотрите на дверь, на окно, никаких импостов, которые забирают свет и в помещении темнее. Это, кстати, система стоит дороже, потому что стеклопакеты. Здесь, видите, двойные камеры, хотя могли, кстати, однокамерные сэкономить. Тут не сэкономили. И, соответственно, они весят достаточно много. Так, на открытие работает, а все, на вентиляцию не работает. Интересно. Ну, а зато здесь можно, видите, открыть и будет полный проход. Ограждающая конструкция. Вот они панели, панели под дерево, внутри утеплитель. Ах ты, закрыла меня, зараза. Да, внешний вид, конечно, дом в лесу. Главное, чтобы лес не вырубили. Смоется просто реально круто. Кстати, здесь обращаю внимание, что балкон достаточно широкий. И в теплое время сюда можно поставить и какие-то стульчики, и стульчик для того, чтобы просто сидеть, наслаждаться видом, чувствовать этот хвойный воздух, пение птиц. Как там бегают дети, играют, там занимаются спортом, теннисом и всем остальным. А вот, кстати, ручей. Помню, писали, что там с мостиком. Вот он, друзья. Тут не то, что мост, а мастище. Потому что вот они, видите, все сделали. Ручей идет. Это очень круто. В детстве я, наверное, играл бы туда, запускал бы кораблики. Они, вот он здесь вытекал. Я бы смотрел, как из трубы выходит. Выплывая, это мои корабли. Черного цвета. Сами окна. Вернее, двери. Тут нормально сделана гидроизоляция. Ну да, клиника не хватает. Знаете, все это помыть, отмыть после стройки. Вот так, в принципе, все достаточно неплохо. О, закрываешь дверь, и здесь тишина. Проходим дальше. А здесь санузел. Санузел, кстати, достаточно большой. Я вам скажу, друзья. От застройщика вот такая плитка. Ну, вот, ну, каждому на вкус. Знаете, если была бы она белая, мне бы, например, понравилось бы больше. Ну, вот здесь такая. А все наклею. Ванна, обратите внимание, вот просто вот, миллиметр в миллиметр герметиком. Пройдутся они, я не знаю, как это будет. Здесь экран и щит должен быть. Двери велдорис.нет. Вот, если кому интересно. Здесь также мы видим счетчики с возможностью передачи дистанционно. Фильтры грубой очистки. Запорная арматура. Вот это, кстати, круто сделано. Знаете, если вдруг надо что-то сделать, ты закрыл себе, и все. И не нужно бежать для того, чтобы управляющая компания прикрывала стояк. И вот вывод, это дополнительно, так понимаю, для пожаротушения. Санузел. Здесь вот мойка. Ну, блин, слушайте, место здесь прилично. Хорошая ванна. А, вот все вижу, и будет натяжной потолок. Проходим дальше. Это у нас, получается, двухкомнатная квартира. Здесь еще дополнительно санузел. И обращаю внимание, что дополнительно стоит раковина. Для того, чтобы помыть руки после туалета. Здесь будет лючок, понимаю, в дальнейшем. Это для ревизии канализации. Вот он, стойка идет. Ну, и аналогично натяжной потолок, свет и вентиляция. Комната. Вау! Блин, вот это была бы моя комната. Пластиковый плинтус с прокладкой коммуникации. Вот он здесь. Здесь розеточные группы. Тот же пластинчатый радиатор производителя Керми. Хороший, кстати, радиатор и подводка аналогичный. Ламинат аналогичный. Флизелин аналогичный. Вот он, друзья. Это, на самом деле, классная тема. Во-первых, когда вот так клеят, если даже будут мелкие трещинки, то вы их никогда не увидите. Потому что флизелин, этот тканевой материал, он такой тянется. И можно окрасить любой цвет. Приклеено, кстати, хорошо и крепко. Когда они штукатурили, обратите внимание, здесь есть сетка. Это тоже сделано все правильно для того, чтобы избежать вообще в дальнейшем трещин. Ну, их, скорее всего, здесь и не будет, когда так делают. Здесь аналогично без инпостов. Выходим. Здесь у нас уже балкон или лоджия остекленная. Ну, можно было сделать в два раза больше. Как, например, у Банавы. Понятно, но вот не сделали. Но зато вид, конечно, друзья, это просто что-то. Вот у кого прямо из окон, крепко держится, вид на лес. Вот только обратите внимание на эту красоту. Сосны с вашего окна, с восьмого этажа. Вот вы видите, вот даже верхушек сосны видно, какие они высокие. Здесь, кстати, регламент, что-то 24 или 28 метров. Блин, вообще красота. Красота. И еще здесь одна комната. Тоже небольшая. Так, полагаю, тоже здесь будет, наверное, натяжной потолок. А, эту дверь тут монтируют. Ну, вот здесь вид во двор. Блин, вообще... О, кстати, под логотип алгоритма сделали. Слушайте, прикольненько сделали. Молодцы. Пошли смотреть. Отделка, кстати, хорошая. Здесь, кстати, стяжка, она фиброцимметная. То есть, фиброволокно применяется для того, чтобы, знаете, ни трещин, вообще ничего не было. А вот по звукоизоляции, к сожалению, в экспертизе проекта ничего не было указано. Поэтому сказать тяжело. Звонки, не знаю, дорогие или нет. Но, кстати, черного цвета выглядят прикольно. Потому что эти белые, наверное, уже всем приелись. Они выглядят как-то более дешево, чем это. Отделка смотрится симпатично. Повторюсь, вот на потолке грилята и небольшое количество квартир. Ну и, конечно, мне лично нравится лестничный марш. Из нюансов или минусов можно сказать, что нет. Указатель на каком этаже есть лифт. Хотелось бы, конечно. Марш смотрится прикольно. Достаточно чистый. Тут клининга немножко не хватает. Тут, обратите внимание, все укрыто у застройщика. Что-то улицу не видно. Закрыто. Ах, жаль. Даже здесь отделка есть. А здесь пока нет никаких указателей этажности. Только вот это. Ну, надеюсь, что застройщик все это сделает. Так, можно посмотреть, что тут. Ага, тут система отопления. Санекс. Счетчики. Пульсар. Вот, даже почти грязи нет. Необычно. Ну, вот еще одна квартира. Вот тут прям открыто. Большая должна быть. Тук-тук. Мы зайдем. Гардеробная. Здесь уже такая прихожая. Шкаф вылезет нормально. Все в отличие от того и коридорного типа. Но там, где коридорный тип, там у них сразу при входе гардеробный есть. Санузел здесь поменьше. Вот сразу место под стиралку. Под как раз большую. Туалет будет. Раковина. Ну, и ванна, полагаю. А, это у нас студия. Канализация. Электрика. Электрика. Вентиляция. Трубы горячей и холодной воды. Блин, ну, шикарный вид, конечно. За один вид только здесь. Ого. Ого. А тут, смотрите-то, во всю длину. Во всю длину студии. Балкончик остекленный. Небольшая такая. Вот получается место, такая, скажем, ниша кухни. И вот здесь где-то надо ставить, надо кровать. Не знаю, как они там это рассчитывали. То есть так, розетки, розетки. Вот кухню, я бы, наверное, вот так поставил. Мне больше для студии не надо. Зона приема пищи. Вот сюда, получается, что-то такое небольшое надо ставить. Но при этом прихожая здоровенная и гардеробная есть. Блин, вот это круто. Да. Интересно. Так, однокомнатная квартира. Нормальная прихожая. Место есть там под тумбочку. Ванна большая. Так, ламинат. Флоринг. Так, кто производитель-то? С этой стороны. А, или это он, наверное, такой и есть. Ну, в общем, можно загуглить. Добрый день. Добрый день. Сейчас я сниму, меня только не закройте. Плитка аналогичная. Натяжной потолок. Счетчики. Кстати, вот смотрите, вот видите, вот обычно эти провода болтаются у всех, потому что у счетчиков есть возможность подключения для передачи беспроводных показаний всех этих данных. А здесь, вот видите, есть коробка, куда это все подключено. Блин, молодцы. Главное, чтобы все работало. Это, полагаю, кухня. Да, это кухня. Кухня, знаете, не сказать, что она большая, но из плюсов, что вот здесь есть такая ниша. То есть вот здесь зона кухни, приема пищи. Здесь можно еще даже дополнительное место поставить. Знаете, гости приехали там и остались у вас вечерку. Ох ты, ух ты. Тут у нас балкон. Балкон это тоже хорошо. Жоржавчины пока нигде нет. Странно как-то. Смотрите, блин. Ого. Соседям можно соль передавать. Блин, вид, конечно, просто, друзья, потрясающий. И птички уже поют. Птички еще поют. Круто. Да, по мне лучше бы, конечно, из гипсокартона бы делали. Но застройщику видней. Так, автоматы. А, тут все закрыли. А, нет, не закрыли. Что-то такое ощущение, что как и в двушке. Комната достаточно большая. Большое окно. Обратите внимание, ну, все аналогично. Стяжка смотрится нормально. Стяжка смотрится нормально. Не проминается. А я, кстати, не знаю этого провайдера Zextel. Кто, кстати, есть, пользуется. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как провайдер, как качество, скорость интернета и, соответственно, расценки. Смотрите, а вот здесь ограждение сделали чуть выше. Ну, возможно, специально, чтобы, кстати, сюда не вылазили. Хотел вам кое-что показать. Вот, смотрите. Это выход. И вот здесь есть гидроизоляция. Вот видно уклонку, где стоит вода. И вот желоб сразу, чтобы она утекала. Вот так вот. Не все так могут сделать. Не все. А вот здесь, обратите внимание, есть указатель, что на каком этаже расположен лифт. Выходим с вами во двор. У нас тут есть кустики. Травка зеленая, кора деревьев, где кусты. По мне, фасадное решение просто суперский. Очень красиво смотрится. Кто бы что ни говорил, но все-таки с запанельным домостроением будущее уже наступило, потому что это качественные и быстро возводимые дома. А можно поиграть в теннис. Можно посидеть, попить кофе, поиграть в шашки, шахматы. Спортивная большая площадка. Здесь спортом позаниматься. Тут посидеть, отдохнуть и вещи кинуть. Здесь уже, смотрите, все сделано красивенько. Серталово парк, алгоритмы, предназначение спортивного оборудования, что чего и как инструкция. Паркинг. И обратите внимание, кстати, как круто. Вот, знаете, бывает так, смотришь на дом и на паркинг, и такое ощущение, что они из двух разных миров. А вот здесь все в единой концепции. Ну вот, реально атмосферно, красиво все смотрится. Вот сами, друзья, пишите в комментариях, как вам. Еще в теннис. Вот я, например, люблю поиграть в настольный теннис. Не знаю, как вы, у меня есть несколько ракеток, мячики. Я бы с удовольствием выходил бы поиграть. Знаете, я даже хочу здесь квартиру купить тебе. А это огромная редкость, друзья. Чтобы мне вот так реально понравился проект. Ну, понятно, песка пока еще не привезли. Детская площадка. Производитель Пион, да. Песочный городок Пион, Пион, СПБ, город Никольская, Тосницкий район, улица Заводская. В Ленинградской области делают, молодцы, поддержали нашего производителя. А с другой стороны, у нас, наверное, ничего не купить уже больше. Блин, ну фасадное решение, конечно, мне очень нравится, очень круто. Ну вот, вот здесь, кстати, открыто. Можно зайти сюда еще посмотреть. А еще одна у нас входная группа. Также тамбур, выход на лестницу, лифт, который едет на первый этаж, поднимается. Панели под дерево, ламельки. Смотрите, как прикольно они сделали, что они в разные все стороны. Здесь она чуть побольше. Ну, вот понятно, в зависимости от дома, от подъезда будет разная площадь и входной группы. И вот здесь, смотрите, знаете, я вот обычно прихожу, просто все прям на пол навалено. А здесь постелили пленку, постелили арголит. И сверху уже вот поставили материал. И вот на расстоянии от стенки для того, чтобы нигде ничего не запоганить. И потом все это не переделал. Даже здесь, обратите внимание, все закрыто, укрыто. Чтобы не поцарапали, не побили отделочку. Тут квартир не так же. Небольшое количество. Вот он, друзья, лифт, который приезжает на первый этаж. Знаете, это очень комфортно. Стиральную машинку сюда тащите. Вон, даже углы закрыли. Блин, молодцы. Это еще стройка. Но уже, кстати, введенную в эксплуатацию объект. А, значит, привезли стиралку сюда. И она поднимается на первый этаж. Вам не нужно ее тащить вот по лестнице, как это происходит обычно. И там продукты, питание откуда-то и все остальное. Ну, блин, молодцы, красота. Молодцы. Ну, отделка, понятно, аналогичная. Пойдем двор смотреть. Что мне еще здесь нравится, друзья, это расположение самих зданий. Знаете, здесь нет ощущения замкнутости, нет ощущения дворов, колодцев. То есть здесь есть нормальный хороший двор с прекрасным видом на лес. Большая вот площадка для детей. Вот такие кораблики. Раньше это стоило миллионов десять, может быть, чуть больше. Сейчас, возможно, еще больше это стоит. То есть достаточно, ну, тут, скажем, не сэкономили на этом. Паутинка, которую любят дети, травмобезопасное покрытие, газончик, скамеечек, достаточно. Количество урн и различных там штук, чтобы дети могли поиграть. Пуск приямок. Так, ну, полагаю, здесь, ну, здесь видно, что влага когда-то была. Не знаю, вот это, дожди или еще чего-то здесь нет, никуда должна она уходить. Есть вот. О, еще и закричал. Так, господи, тут темно вообще ни хера не видно. Но сухо. Ох, работа кипит. Обращаю внимание, что еще разного цвета. Вот с этим мне белый очень нравится, потому что к белому подходит все. Здесь выделены акценты, вот черный цвет, коричневые вставки, которые под дерево. И здесь вот он такой, не знаю, кофе, наверное, с молоком, типа такого что-то, да, похожее. Первый этаж. Вот здесь коммерция будет у них местами на первых этажах. То есть это тоже очень комфортно. Здесь обращение, смотрите, какая высокая башня. Дети залазят и вот по этой трубе спускаются. Ну, дети это реально очень любят. То есть здесь вот молодцы сделали. Здесь ограждающая конструкция цветопрозрачная для того, чтобы, соответственно, когда гости приходят, здесь можно пройти, так как ручей, это, понимаю, несобственность. И есть береговая зона. Вот здесь можно пройтись, прогуляться, да, по комплексу. Вот тут они деревья посадили. Ну, конечно, хотелось бы чуть побольше, чтобы были деревья. Но, в принципе, вокруг они есть. Ну, знаете, у меня нет такого ощущения здесь пустоты. То есть мне нравится. Мне нравится. С соседними комплексами, конечно, не сравнится, на мой вкус. Да, вот видите, вот тоже вот она коммерция. Вон, аренда уже. Алгоритма. Вот так строит небольшой застройщик. Делает тут реально вот такую красоту. Сюда не стыдно привезти друзей и знакомых. Даже не то, что не стыдно, сюда и хочется привезти, чтобы похвастаться и показать, где живу я. Очень круто. Так, хочется еще пройти в подъезд, который как раз вот этот. Где вот у нас шестиэтажка и потом восьмиэтажный. Идет, чтобы посмотреть, как там, что там интересного есть. Блин, ну, конечно, классно сделали. Молодцы. Очень приятно. Очень. Я смотрел фотографии. Вот, знаете, по фотографиям смотришь. Ну, да, там прикольно. Они их всегда фотографируют, фотограф, все. А в живую приезжаешь, смотришь на местность, знаете, кое-что там из виду уходит, и ты это все не видишь. А здесь вот так достаточно все классно. Слушайте, да, красивенько, красивенько. Вот здесь, видите, тоже смотрите сразу. Вот есть квартиры, где балконы стекленные. Есть они вот как здесь, они не стекленные. А вроде, знаете, не стекленный балкон. Там, блин, ну круто же, когда тепло выйти, выпить кофейка, вечером там венца, еще что-то просто посидеть там. Не знаю, курильщиком покурить и все такое. Открытые балконы, я считаю, тоже должны быть. Не только все закрывать окнами. Здесь гарантированная белизна 50 лест. Just. Унитаз компакт. Добрый день. Керсонит производитель. Все продумано, написано. Второй подъезд. Тамбур. Все укрыто. Плитка тоже керсонит. Аналогичные почтовые ящики. Аналогичная отделка, аналогичный лифт. Нам, соответственно, вот сюда. Пойдем смотреть здесь. Ну, вот мусор, понятно, накидали, потом все уберут. Сделают, очень надеюсь, клининг. Блин, ну, блин, реально круто. Тут две квартиры, там две квартиры. Тут вот такой шикарный выход. Пойдемте выше поднимемся. Аналогичный марш. Аналогично все закрыто. А тут, кстати, тоже так же сделано. Так, интересует последний этаж. И квартира, получается, с площадки направо. Последний этаж. Егер, ламинат. А, вот где это было написано, понятно. Так, две квартиры. А тут... Три квартиры. Так, вот это подложка. Под ламинат. Тук-тук. Заходим. Аналогичный ламинат. Ух ты, какая большая. Это кухня. Да, красиво. Натяжной потолок будет. Так, у меня же есть мой электронный помощник. Называется рулетка. 2,75. Это от ламината до потолка. Здесь, похоже, сантиметров, наверное, 7-8. Уйдет. Ну, панели заводские. Вообще круто. Ага. Зашито все. Будет гипсокартоном. Потом плитка. Коммуникации все проведены. Противопожарная муфта есть. Отвод воздуха есть. Да, вот она, видите, подложка. Вначале подумал, что шумка. Нет. Здесь аналогично. Сколько? 0,5 миллиметра. Стоит жестко. Ну, такой. Конечно, не такой жидкий, как я видел в этом пике. Но есть еще жестче. Каркас. Да, видовые характеристики, конечно, просто супер, друзья. Просто супер. Блин, вообще круто. Да, неожиданно, неожиданно приятный живой комплекс. И не только фасад, но и, соответственно, тут большая квартира. Раз, два. Ах, думал, знаете, думал, что вот здесь есть окно прямо туда, чтобы посмотреть, но нет. Вид, вид отсюда тоже красивый. Очень красиво. Тут еще дополнительные площадочки. Обращаю внимание, что сегодня вот небо все затянуто, такое немножечко пасмурно, но даже при этом, смотрите, как все круто смотрится. Молодцы. Да, я вот, знаете, вот не так часто я могу, честно и открыто сказать, что я просто вот очень доволен. Мои глаза пляшут от того, что я вижу. Нам бы еще подвал посмотреть и кровлю. Эх, вот почему здесь нет окон, был бы вид вообще бы шикарный. Ну-ка. Ручку не закрепили. Так, сломано что ли? Да, сломалось, понятно. Эх, жалко. Ну, а тоже вот санузел. Здесь большой санузел. А, ну да, вот как мы там видели, большая квартира, так у нас раз, два, три. Трехкомнатная квартира. Это, друзья. Ну, вот прикольно. Да, вот здесь еще санузел. Или, говорит, ну, санузел, да. Там санузел. А, это комната. А, это кухня. Интересная кухня. Вот, получается, кухня. Зона приема пищи. Да, где-то здесь. Диванчик можно поставить какой-то, или креслица. И вот такое огромное окно. Какой-то практически балкон. Приятно. В таком доме тоже, да? Как вам? Сверху можно всю территорию посмотреть. Территория, по мне, смотрится неплохо. Даже учитывая, что деревья не такие большие, как, честно говоря, хотелось бы. Пространство просто, вот, огромнейшее пространство. Огромнейшее. И это реально, конечно, круто. Очень, очень круто. Однокомнатная квартира. Это студия, да? Да, студия. Тоже с видом на лес. Здесь. 71. Так. Тут большая кухня. Тут двухкомнатная квартира с гардеробной. Вахт. Ух ты, ух ты, ух ты. А смотрите, угловое окно. Я бы, наверное, себе и сюда стол поставил. И балкончик открытый. Я даже отсюда уходить не хочу, друзья, реально. После такой новостройки все остальное будет смотреться так себе. Да, вот здесь я понимаю, за что я буду платить деньги. О, тут же обойки. Не бросать, не бросать. Артекс. Флизелиновый. Флизелин строительный. В общем, есть современные обои, они на флизелиновой основе. Они лучше, чем бумажные, потому что бумага может порваться, а флизелин нет. И у флизелина есть особенность, что клей наносится непосредственно на площадь, и потом уже на стену, и потом уже приклеиваются эти обои. Во-первых, нет никакого рисунка. У вас такая достаточно матовая поверхность получается. Просто потом это окрашивается в любой цвет, который вы хотите, какое количество раз, и все будет круто. Вот это, кстати, здорово. Плюс еще флизелин тянется, и он скрывает мелкие трещины, если они, конечно, будут. Потому что мы с вами видели, что есть мягкая сетка под штукатурным слоем. Да, конечно, молодцы. Обращаю внимание, что не у каждого застройщика я вижу такое, что, видите, все закрыто. Чтобы ни пыль, ни грязь, ничего не попало, чтобы это не убили, чтобы потом не менять, не отмывать и так далее. Двери тоже все закрыты. На полу, обратите внимание, все то же самое. Здесь стены, когда что-то носят, чтобы, знаете, не повредить стену, тоже все позакрывали. Молодцы. Вот тоже дом, за домом мы видим многоэтажный паркинг, вокруг один лес. Ох, как это все красиво здесь, друзья. Блин, я не хочу уходить отсюда. Ну, вон, трубки для отвода конденсата есть. Вот видите, вот этот залючком открывают, а там 100% кран для полива газона. Ну и вот такой, конечно, лес, друзья, смотрите. Как вам? Ну, смотрите, что, на мой взгляд, здесь не хватает. Здесь не хватает высокой красивой травы, и здесь больше не хватает более высоких кустов, чтобы первые этажи до уровня до них доходило. Может, пихта, еще там что-то нужно сажать. А так, обратите внимание, большие цифры, сразу понимаешь, где какой подъезд. Все везде написано. Полагаю, в дальнейшем поставить нумерацию квартир, в каком подъезде, где какая квартира, и, соответственно, на каком этаже. И, надеюсь, поставить также этажность. Потому что это есть в других проектах этого же застройщика. Здесь, что мне еще нравится, обратить внимание, что гидроизоляция наплавляемая заведена вот выше на фасад. Вот она видна. И, соответственно, когда будут идти дождь, брызги будут попадать, они не будут попадать на сам фасад, а на гидроизоляцию. Ну и, конечно, входные группы. То, что вот сделано вот так все под углом, и ты стоишь в одном уровне, и тебе сразу все видно. Вот это, конечно, блин, очень круто. Ну и сами, смотрите, да. Здесь стекло, окно, небольшой наличный марш, большая входная дверь, что, как говорится, и рояль прошел. И, соответственно, здесь тоже большое окно. Ну, не в каждом подъезде, не в каждом входных группах это есть. Хотелось бы, конечно, чтобы система допуска, вот она, пусть будет тот же визит, но какой-то более современный. Это будет, конечно, поинтереснее. Вот здесь светодиодное освещение. Блин, я, конечно, я поражен, друзья, я поражен. Вот именно здесь бы я себе приобрел бы квартиру. Даже очень сильно над этим задумался. Потому что сейчас не купишь, потом можно не найти то, что есть сейчас. Ну и, конечно, вот эти угловые окна тоже, по мне, смотрятся достаточно интересно. Ну и вообще проект сам интересный. Да, проект, конечно, мне очень понравился. Большая редкость, возможно, повторяюсь. Такое увидеть, конечно, очень приятно. Очень жаль, что в подвал не смогли попасть. Очень было бы интересно посмотреть. Ну, фото я видел у застройщика. Понятно, фото там сделали помещение, все красиво. А что в коридорах, если там влага, тоже, честно говоря, непонятно. Ну, надеюсь, это мы увидим. И вы сами мне пришли эти фотографии. Сейчас задача посмотреть вообще, что здесь есть рядом. Для того, чтобы вы понимали, где, если вы здесь приобретете недвижимость, себе квартиру, будете вы жить. Ну, либо сдавать в аренду. Заезд у комплекса уже полностью готов. Есть тротуары, пешеходные переходы. Здесь стройка идет за местами коревым косым строительным забором. Значит, ну, его тоже, конечно, надо поправить по-хорошему. Здесь мы вот видим эти современные панели. Шва практически нет. Поэтому все это и смотрится красиво. Служит это очень-очень долго. Такого плана дома строят в той же Финляндии, которая рядом с нами. Ну, конечно, из плюсов, ну, вот смотрите, на оконные проемы, они просто огромные. Практически панорамное стекление. Понятно, что в таких квартирах будет большое количество света. Ну, и сам проект. Блин, вот реально в таком очень приятно жить. Когда ты видишь вот такую красоту. Вот знаете, вот тоже ничего сложного здесь, сверхъестественного нет. Нет, знаете, там, не знаю, каких-то суперфасадов навесных, всего остального. Просто обычная панель с обычного хорошего бетонного завода. Смонтированной на стройплощадке мастерами. Окрашенная в цвета по, соответственно, проекту застройщика. Цвет белый и черный. И смотрите, как красиво все смотрится. И как это гармонично вписывается в этот лес. Выхожу из комплекса. Вот это, друзья, поликлиника серпловская. И еще дальше туда вперед школа, гимназия и детский сад. Пешая доступность. Порядка где-то километра с копейками. Одно из специфических решений в наши дни, это, ну, там, сегодня, там, по истечению определенного количества времени, когда вот делают вот из плитки вот такие узорчатые покрытия. То есть, знаете, сквозь них растет трава, вроде все красиво, но когда это парковка для автомобилей, да, это нормально, это классно, это хорошо. Можно назвать это эко-газоном, эко-парковкой. Но когда ты идешь здесь, то у тебя периодически ноги вот сюда попадают. Можно споткнуться, упасть, если эта женщина на кабулках, то здесь вообще просто не пройти. Ну, спасибо, что хотя бы вот здесь есть асфальт, по которому можно нормально пройти девушке. А мы с вами знаем, что чем плотнее материал, тем у него лучше звукоизоляция. То есть, у бетона отличная звукоизоляция, потому что это плотный материал, и через него звук, ну, не проходит. Если нет каких-то щелочек, дырочек. Значит, соответственно, есть классическая монолитная технология, где возводят монолитный дом, а потом начинают стены внутренние и наружные выкладывать газоблоком, кирпичом или другим материалом. Вот сейчас вам все покажу. Вот у нас впереди верен норд Сертлова, а вот там за забором, за елками, вот он виднеется, алгоритмовский комплекс. И вот здесь смотрите, что, друзья, интересное. Если вот здесь обратить внимание, да, большая какая площадь, и видно, да, что все, ну, скажем, нигде нет стен. Стены там только есть где-то... Ну, вот колонны везде, да, я вижу, и стены, скорее всего, там только, где лифт. Соответственно, стены к соседям будут из газоблока. Газоблок никогда не выкладывают, не монтируют до самого перекрытия, оставляют какой-то зазор. И вот здесь вопрос, как это зачеканит застройщик, так и будет у вас звукоизоляция. И не удивляйтесь, если вдруг у вас за стенкой заработал пылесос, и вы это услышите, будет ощущение, как будто прямо в вашей комнате. Поэтому лично я за панельную технологию. Уверен, норд Сертлова место, такое, скажем, более близко к выезду к трассе. Значит, здесь напротив поликлиника, понятно, что все будет забито машинами. Тут, как говорится, к бабке не ходи. С правой стороны советская застройка. В Сертлово мы с вами знаем большое количество воинских частей. Здесь проживает большое количество военных. Да, офис, конечно, сделали, уверен, норд красиво. Умеют все-таки маркетологи, застройщика делать вот это все, рисовать по красоте. А по факту, когда приезжаешь и смотришь, фасад ординармальный, а все остальное, не дай бог, ты еще и в подвал спустишься, увидишь инженерные системы. Вот видите, о чем я говорю, друзья. Смотрите. Вот смотрим, смотрим, нет стен. То есть есть только несущие колонны и монолитные перекрытия. Вот это дома, на мой личный взгляд, встроены по монолитной технологии, самые плохие для позвукоизоляции. То есть будет слышно большинство всего. Чтобы не было слышно, нужно применять определенные меры. Но это стоит денег, и могу полагать, что навряд ли кто-то будет заботиться об этом и, соответственно, это делать. Но сам проект, сам фасад уверенно смотрится красиво. Во дворе вот оставили, видите, сосны не срубили. Это, конечно, хорошо. Ну и вот, кстати, детский садик впереди. Тут идти-то, не знаю, 7 минут от дома. Ну и то, что, кстати, здесь малоэтажная застройка, это заслуга не застройщика, не верена, не алгоритма. А это здесь высотный регламент. Спасибо ему. Ну вот за поликлиникой мы с вами. Кстати, поликлиника достаточно, смотрите, современная, смоется красиво. За ней видим и алгоритмскую новостройку. Вот тут даже зеленый цвет есть. Слушайте, красиво-то как смоется. Зелененький-то какой, а? Давайте-ка приблизим. Оцените, друзья, зеленый цвет тоже такой. Вокруг здесь лес. Приятно прогуляться. Чистый воздух, это, конечно, большой плюс. Детский садик достаточно большой. Впереди с вами снова видим Верин Некст. Видим, что уже все позакрывали. То есть, где фасады, световые проемы закрыты газоблоком. Световые проемы здесь, кстати, достаточно тоже большие. Как и у соседней новостройки. Спасибо, что сосны все не повырубали, оставили. Потому что где алгоритм строит, я так понял, что это бывшее место Петростроя, которое они приобрели. Петростроя тогда все вырубил. Красавчики нет, чтобы сосны поставлять на дорожках. Везде нет, нормально. Все под корень. Тихо, хорошо. Вот начинаешь уже подходить. Вот впереди Выборгское шоссе. И вот начинается потихоньку шум от машин. Ну вот смотрите, да, вот здесь вот. Я не знаю даже, куда еще сходить. Ну вот здесь гулять можно, пройтись, да. Потому что лес прикольный. Что здесь еще можно? Что-то такое интересное впереди. В центр Сертолова надо идти, если куда-то хотите пойти, посидеть. Какие-то бетонные элементы заброшенные, поросшие мхом. Так, что-то здесь было, да. Не могу понять, то ли это какие-то были военные сооружения, то ли я не знаю, что это вообще такое. Наверное, военное что-то здесь было, да. Вот, кстати, местные друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, что здесь вообще было. Видим хорошее, классное бетон. Либо это беседочки здесь были. Хотя нет, что-то здесь для беседочек всего много как-то. Потому что вот она, дверь, вход. Что-то сверху здесь стояло когда-то. Здесь мы также видим похожие конструкции. Слушайте, или беседка была. Вот, направляющая труба. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно, что это за такие штуки. В общем-то, друзья, можно сказать, ты, значит, в лесу живешь. Вышел, там у тебя белочки, медведи, луси. Люди ходят, собачки бегают. Ну да, пока верен, норт он такой достаточно невыразительный. Потому что фасада нет. В отличие от того, когда дома строят из панели паркинг. Здесь вообще не видно никаких рабочих. Знаете, вот здесь такое место, знаете, без какой-то суеты, без каких-то, без какого-то большого количества людей. Такое спокойное, семейное место. Или для тех людей, которые любят природу, у них есть собака, чтобы выбежала, погуляла, побегала, попрыгала. Подружилась с другими собаками. Если хотите, знаете, куда-то гулять, ресторан или еще что-то, в центр надо ехать с Ерталова. Мы, так скажем, практически на окраине. Но тоже смотрю, какое-то заброшенное здание. Строили они. То ли это школа, то ли, в общем, соцобъект. Может быть, какой-то, не знаю, там бассейн, еще что-то. Но как-то вот все стоит, да, прикольно. О заверенном, кстати, сразу школа. Я говорю, тут все, знаете, в шаговой доступности. Хорошо здесь гулять, дышать свежим воздухом, природа, все. Кафешка эта, вот шаверма ближайшая, что есть. И вот он, продуктовый магнит. Сейчас как раз в его сторону и пойдем. Впереди мы с вами видим, друзья, советскую застройку. Панельки, конечно, смотрятся, ну, просто фантастически. Внешний вид, конечно, у них такой на любителя. Уверенно, прикольно. Вот на территории здесь тоже оставили сосны. Перед домами сосны. Конечно, смотрится все это красиво. Магнит экстра. Вот куда будете за продуктами ходить. Это самое ближайшее. Сюда можно ходить пешком. Идем с вами к Выборгскому шоссе. Просто, что вы сами посмотрели. Сегодня у нас с вами, друзья, 24 октября 2024 года. 12 часов 20 минут. Уже далеко не час пик. Но мы с вами видим, какое большое количество машин проезжает по Выборгскому шоссе. Сертово достаточно приятный городок. Он, так скажем, проездной. Через него проезжает большое количество автомобилей. И вот здесь вот тоже, смотрите, велодорожка идет, 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 идет. Опа! Все, дальше на велосипедах вам ехать нельзя. Дорожка закончилась. Надо было еще там старт и финиш написать. Классное, классное решение. Тоже, да, вот как. Тут он узкий, тут он широкий. Администрация Сертово, я не знаю, о чем думала, когда это все проектировала. Разрешала такое делать. Идем с вами, друзья, к центру Сертово. Вот тоже, да, здание такое достаточно красиво. Стекла все повыбивали. Вообще, как какой-то капец. Столько здесь долгостроев. С этим, конечно, нужно делать. Их восстанавливать, строить. Дети, видимо, лазоват, рисунки рисуют. Ну, вот все, вот оно впереди. Выборгское шоссе впереди. Поток приличный автомобилей. И направо повернемся. Как раз до центра пройдем. Здесь буквально километр. Обращаю внимание, что на выезде стоит светофор. Спасибо большое. Налево Питер. Направо, соответственно, ехать. Это Выборг. А вот и Сертово. Смотрите, как красивенько, да? Здравствуйте. Что за объект строится за вашей спиной? Да, говорите. Вот скажите, пожалуйста. Вот мы живем в Сертово, когда построят бассейн для детей. Здесь все разломано, разбито. И мне вот интересно, где Дрозденко. Вот он не видит этого. Или что? Пускай строят частники. Но надо же как-то какие-то меры принимать. Это сколько лет? Вот у меня растет внучка. Я не знаю, куда ее водить. В какой бассейн вообще? На Черной речке... А куда все это было вообще что-то есть? Ничего нет. Так, на Черной речке там вообще одна наркомания. И тоже дети, школьники, они ничем не занимаются после школы, потому что им нечем заняться. Понимаете? Ну почему такое безобразие? Вот когда это закончится? Хорошо, я пенсионер. Меня можно не слушать. Ну, мало того, что вы пенсии маленькие платите. Непонятно, куда вообще все идет. Но воровство, когда это закончится. Стаж, не знаю, чуть ли не по 40 лет у всех. А потом, почему... Как мне вот растить внучку, если мне даже ее... Я хочу ее в бассейн водить. Где бассейн? В бассейн водку. Вот это бассейн с разбитыми окнами. Где Дрозденко? Хорошо. Где Беглов? Путин ездит по дороге на дачу к дочери или там куда. Не знаю. Ну, когда вот это закончится? Объясните мне. В общем, оказывается, должен был быть бассейн. Но, как видим, бассейна здесь до сих пор, к сожалению, нет. Идем к центру Сертолова. Пока иду, слышны стрельбы автоматной очереди. Потому что, напомню, здесь большое количество воинских частей. Сертоловские бани. Кафе. Ну, вот он центр, друзья. Сертолова. Это наш город. Советские пятиэтажечки из панельки. Девятиэтажечки из панельки. Которыми застроена, наверное, вся страна. Алгоритм это вот туда, прямо до конца. То есть, он получается такой на окраине Сертолова. Его возводят. В общем, обычный такой маленький городок, в котором очень приятно перемещаться. Потому что он малоэтажный. Небольшое количество людей. Плотность населения достаточно низкая. А проживает Сертолова, по официальным данным, на начало 24-го года, порядка 70 тысяч человек. Да, здание полиции смотрится угрюмо. Много скверов здесь. Много елок. Тут, в принципе, вообще был лес, который вырубили, чтобы построить дома. И самое, знаете, обидное для меня, что вырубают вообще все под корень сносят. Хотя можно было, например, как в Нур-Цертолова от Верн, оставлять сосны, чтобы было красиво. Но не все, к сожалению, это могут сделать. Но зато администрация это все позволяет. Так вот, похоже, администрация. Да, вот оно, здание администрации со зданием полиции. Здесь сосны растут. Ну, в самом центре города мы с вами, друзья. Тут, конечно, круто, смотрите. У каждого в центре города такие деревья есть. Красота-то какая, смотрите. Цвет-то какой красивый, жизненный, радостный. Основной, конечно, здесь вопрос – это транспортная доступность. Потому что отсюда нужно куда-то выбираться, чтобы людям ездить на работу. Не все военные, которые служат рядом в воинских частях. Соответственно, еще вопросы – это социальные объекты, которых, понятно, что здесь не хватает. Они не в том количестве, где должны быть. Но почему-то об этом, кроме жителей, никто и не думает. Красивый город. Я, кстати, здесь все время тоже проездом был. А во внутрь никогда не заезжал. А вот здесь, обратите внимание, фасадик-то подкрасили. И вид уже такой поприличней. Дошли с вами до парка героев. Надо обязательно зайти посмотреть. Местные новостройки строят. Про это мы чуть позже поговорим. Герои Советского Союза. Маршалы Великой Победы. Вот такая аллея здесь. Памяти. Скамейки, чтобы просто посидеть, подумать. Пока катаются здесь дети на велотранспорте. Флаги, детская площадка есть такая большая в виде крепости. Такого Кремля какого-то. И водоем. Вот уточки плавают. Мостик, смотрите, какой красивый. Ручеек куда-то дальше уходит. Ну, красивенько. Уточек можно покормить. Не удивлюсь, что они здесь зимуют. А, тебе понятно, почему. Вот это, видно, для парка специально фасад сделали. Потому что вот у этого дома, видите, он чуть дальше там не так видно. Можно и без этого. Без фасада. Вот эта новостройка, можно так назвать, это жилой комплекс Лова. Его должны были еще ключи выдать в 2018 году. И сроки уже перенесли на 26-й год. Все понятно, да? Никогда не рекомендую покупать в долгоиграющих объектах. Потому что может быть сомнительное качество. Может быть применение разных совсем материалов, разных технологий. Понятно, что с 2018 года по 2024 прошло большое количество изменений в документации для застройщиков. Есть новые нормативы, пожарные. Перфораторам-то запрещено работать, а они работают. А здесь обращаю ваше внимание, что усиление проемов. И могу полагать, что это сделано неспроста. Да, качество перекрытия, видно прямо в кадрах, даже не нуждается в каких-либо комментариях. Значит, у каждого объекта должен быть паспорт объекта. Так, да, идет стройка, в котором все написано. Вот он, обратите внимание, друзья. ЖК ЛОВО. Так, окончание строительства октябрь 25-го года. А уже на 26-й перенесли. Надо обновлять. Надо обновлять, да. Очень внимательно и взвешенно подходите к выбору недвижимости. Даже у проверенных застройщиков. Очень важно, куда у вас выходят окна, какой у вас этаж, что примыкает к вашей квартире. От этого будет зависеть дальнейшим комфорт вашего проживания. Также не забывайте, что необходимо наличие поликлиники, больницы, детского садика, в котором должны быть места в школе, в которой должны быть места. Потому что чем меньше детей в школе и в группе в детском саду, тем больше будет внимания вашему ребенку. Когда 40-30 человек в классе, то понятно, что учитель физически не может уделить должного внимания всем учащимся процесса. Ларина, дом 14. А вот этот проект достаточно интересный. Этих проектов не так-то и много на территории Ленинградской области. Здесь интересные планировки, ну и сами дома достаточно хорошие. Улица молодежная. Понятно, да, для кого в свое время, в советское время, строили все эти дома. Приятно, конечно, идти, когда вокруг тебя большие деревья, листики на тебя падают, большое расстояние между дворами. Вот посмотрите, нет нигде замкнутых территорий, как это сейчас проектируют, строят, разрешают строить. Вот здесь, в принципе, по-хорошему могли бы целый дом построить в дворе, но нет, оставили большое количество места для зелени и совсем другие впечатления от жизни. Ну, немножечко сосунок тоже оставлено. Есть новостройки, дома все разные. Где-то есть интересные проекты, где-то есть менее интересные проекты. Качество домов везде разное, даже у советской застройки, потому что нужно обслуживать все, нужно знать это и правильно выбирать. Впереди с вами видим сквер на неведомых дорожках. Смотрите, какая красота. Справа дома, слева дома и вот такие высоченные лео. Еле. Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, себя потеряешь. Прямо пойдешь, в сказку попадешь, пошли впрямо. Коня у меня нет. Вот, смотрите, вот сюда классно прийти, да погулять. Детская площадка, конечно, такая, знаете, чтобы было, но зато вот этот старый лес, который здесь, рос, наверное, еще до людей, выглядит, конечно, шикарно. Ох, ароматы, друзья, красота. Ну вот мы с вами прямо идем и попадаем в сказку. Сказку новостроек, безбарьерной среды, качественной жизни, наличие мест в школах, детских садах и поликлиники с больницами. Достаточно приятно, когда у тебя малоэтажный и зеленый город, в котором ты живешь. Прикольно идешь, большое количество деревьев, вокруг тебя лес, тишина, очень мало людей, мало машин, малоэтажность и совсем другие ощущения от города. Да, приятно смотрится дом, приятно. Старый советский двор с современным уже оборудованием. Ну, конечно, сосны подкупают, когда у тебя во дворе сосны. Это, конечно, круто. Учитывая, что уверен Норд-Сертелова, черновая отделка и достаточно такая высокая цена по сравнению с соседями из алгоритма, и стены еще нужно самим возводить, ремонт, естественно, влетит в копеечку, ну, я бы для себя выбрал бы, конечно же, алгоритм. Потому что это понятная панельная технология, это все ровно, красиво, все четенько. Но самое классное, что если вы обратите внимание на предыдущие проекты застройщика, у меня есть обзор на канале жилого комплекса Терза, и я оставлю ссылочку для того, чтобы вы могли посмотреть и понять, как застройщик сдает свои объекты. Ну, а если вы до сих пор не смогли определиться, вам нужна помощь, специалисты, друзья, не стесняемся, и обращаемся. Друзья, рад был вас их видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok